Неделя российского ритейла. Мы продолжаем разговаривать с гостями мероприятия. Александр, расскажите про вашу компанию и чем она занимается. Я представляю компанию My Retail Strategy. Мы занимаемся, в общем-то, основной темой, которая сегодня шла речь, сегодня, вчера шла речь на неделе российского ритейла. Это цифровая трансформация бизнес-моделей. У нас есть определенная методика, которая позволяет не просто внедрять информационные технологии и автоматизировать те же самые процессы, которые мы автоматизировали 20 лет назад с помощью новых технологий машинного, например, обучения. Но мы можем помочь компаниям действительно трансформировать бизнес-модель. То есть не автоматизировать те прошлые процессы и бизнес-модели, те прошлые, которые… То есть мы можем трансформировать именно сами бизнес-модели. А для чего вы сегодня здесь? У нас несколько, в общем-то, целей в нашей компании. У нас есть, во-первых, стенд, на котором мы представляем одну из технологий, который позволяет трансформировать процесс ценообразования. Это один из уникальных продуктов Smart Pricing, который позволяет рассчитывать эластичность и динамично менять хоть каждый день. Например, если вы, конечно, сможете с помощью электронных ценников или для электронных магазинов, интернет-магазинов, можете менять достаточно оперативно цены. То есть с учетом чувствительности покупателей к цене, не отвязав, в общем-то, традиционное ценообразование от закупочной цены. Это первое. Второе. Я сегодня рассказывал на нескольких мероприятиях о цифровой трансформации бизнес-моделей. Потому что многие сегодня говорили о том, как внедрить технологии информационные, но как трансформировать бизнес-модели, мне кажется, не все компании понимают об этом. Поэтому я бы рекомендовал тем рыночным компаниям, которые действительно хотят изменить свои бизнес-модели и качественно улучшить свою эффективность бизнес-модели и трансформировать, задать три вопроса, как компании могут использовать искусственный интеллект для автоматизации каких-то процессов внутренних, создания дополнительной ценности для покупателей, как они используют платформы. Это одна из ключевых бизнес-моделей, которая сейчас развивается. Если вы понаблюдаете за разными секторами, в разных секторах, например, такси, например, продажи, интернет-продажи, там перекресток сейчас создают платформу, в которой они собирают идеи о том, какие рецепты нравятся их покупателям. То есть это, в общем-то, все из области платформы, которые растут экспоненциально. И в каждой отрасли, скорее всего, останется одна-две лидирующих платформы. Вот сейчас такой пример. Почему говорят все про Амазон? Да потому что 50, более 50% покупателей в интернет заходят не в Google искать товар, а заходят сразу в Амазон искать товар. И третий вопрос, как компании будут использовать эффект толпы, так называемый, или краудсорсинг. Потому что сегодня технология позволяет вовлечь в бизнес-модель компании много различных участников, покупателей, тех же самых поставщиков, и много чего узнать от них. Поэтому это фундаментальная вещь. Даже в 1950 году один из ученых доказал, что на самом деле централизованная экономика не может эффективнее работать, чем децентрализованная. Это, в общем-то, фундаментальные вещи, потому что знания распределены среди многих людей, а те люди, которые находятся в конкретных точках, они больше оперативной информации обладают. И вот эта толпа или краудсорсинговый подход, он позволяет создать такую самообновляемую краудсорсинговую среду, в которой постоянно появляются какие-то новые идеи, новая информация. Спасибо за ваше экспертное мнение. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.